В пятницу в районном доме культуры состоялся концерт, посвященный самым дорогим, любимым и единственным – нашим мамам. Праздничное мероприятие началось с теплых слов в адрес присутствующих в зале мам и бабушек. Сегодняшний праздник подчеркивает саму суть женского начала – это быть матерью. И поэтому мы все обязаны именно вам, дорогим мамам, пожелать хочется и благополучия вашей семьи, и добра. А я хочу пожелать вам, чтобы вся ваша материнская любовь вернулась к вам любовью и уважением детей, и чтобы в вашем материнском сердце было больше радости. А всем нашим мамам, всем нашим бабушкам я хочу высказать истинные, глубокие слова нашей мужской любви. Спасибо, что вы у нас есть. Чествование женщин продолжилось награждением благодарственными письмами главы Щелковского муниципального района, почетными знаками, юбилейными медалями 85 лет Щелковского муниципального района. Поздравляли женщин-тружин, ветеранов, общественных деятелей, которые сумели совместить работу и достойные воспитания сыновей и дочерей. Елена Викторовна Борева, домохозяйка, многодетная мать, достойно воспитывает 11 детей. Подарком дорогим женщинам стала концертная программа, посвященная Людмиле Гурченко. Артисты исполнили известные песни легенды отечественного кинематографа. В завершении концерта перед публикой выступил победитель телепроекта народный артист Алексей Гоман. Женщины, пришедшие на праздничное мероприятие, с удовольствием рассказывали о себе и внутрисемейных ценностях. Когда у тебя есть дети, ты буквально забываешь о себе и, естественно, думаешь только о их благополучии. На мой взгляд, человек становится полноценным исключительно, когда он имеет детей. Очень дружная семья и все мы, надеюсь, любим друг друга, очень любим своих детей. Надеемся передать им эту любовь. Семья – это, как мы знаем, малая церковь, с этого начинается наше государство. Мероприятие понравилось всем без исключения. Песни, теплые слова, награждения оставили теплый след в душе гостей праздника. Но все же главная награда для каждой мамы – любовь и счастье собственного ребенка.